Ну что, друзья, не забыли еще о деле Вадима Харченко, известного российского Терминатора. Сегодня вышел еще один ролик, и меня на него натолкнули. Я посмотрел этот ролик с большим удовольствием, тем более, что мы были в короткой переписке с этим человеком. Он еще на самом начальном этапе прислал мне свои подозрения по поводу некоторых странностей в съемке Вадима Харченко. Я хотел бы, чтобы вы оценили, на что этот человек обратил внимание, и при внимательном просмотре, сколько всего из одного видео можно выудить на самом деле. Итак, в сокращенном виде сейчас вы увидите этот ролик в полном объеме. Ссылка снизу на канал Формула-1. Посмотрите, пожалуйста, оцените. И, кроме всего прочего, я хотел бы специально прорекламировать интересную группу ВКонтакте, которая называется «Школа актерского мастерства». Они делают такие мини-фильмы, мемы о Вадиме Харченко, и это действительно хорошо сделано и со вкусом, и это на самом деле смешно. 8 ножевых, 4 огнестрельных, у меня компрессионных переломы позвоночника за жизнь, черепно-мозговая травма закрытая, и куча там сотрясений и переломов. Я на Колчаковских фронтах ранен. Чувака найти одного, двоих, троих, которые будут до конца жизни платить, жопы порвут. Вот этих двух надо проучить показательно. Правильно, бля. Чувака найти одного, двоих, троих, которые будут до конца жизни платить, жопы порвут. Сегодня я опять у невролога. Чужое. Халява. Взять, взять. Это был невролог, вот это тот самый тест. Чужое. Халява. Взять, взять. Стоп, прекрасно, я всех поздравляю. Давайте, друзья. На этом эта тема не закончилась. Я планирую сделать еще два минимум ролика об этом. Люди продолжают писать, вскрываются все новые факты. Наконец-то кликнулись люди непосредственно из клиники, куда обращался Вадим. Наш замечательный врач Максим продолжает разъяснять историю вокруг ранений. Посмотрите, очень много частей. Подробнее вы нигде не найдете. Человек, не испугавшийся угроз. Сразу откликнулся на мой призыв, когда я призвал врачей дать оценку. Ну и теперь выясняется с некой инсайдерской информацией от больницы на 1 мая, где был Вадим, что подозрения доктора Максима оказались самыми точными. Поэтому также проходите по ссылке, подписывайтесь. Неважно, даже если эта тема закончится, все равно толковый врач всегда расскажет что-нибудь интересное. Давайте посмотрим блестящую работу человека. Зовут его Сеймур. Скажем Сеймуру большое спасибо за его работу. И оценим его детективные способности. Приветствую всех зрителей моего канала. Хочу заранее попросить прощения за качество звука, за качество видео, а также за мой неграмотный и нечистый русский язык, так как я не гражданин России и не русский, я азербайджанец и проживаю там, где я родился, в Азербайджане. Да, мое видео уже, так сказать, запоздалое. Большинство блогеров уже разобрали это видео по полочке, но и мне хочется внести свои пять копеек в увиденное и поделиться с вами. Нахожу улицу Фадеева. Захожу в карты. Прошу прощения, что снимаю именно таким форматом, так как мой компьютер не позволяет загрузить какой-то видеоредактор, и здесь видео более презентабельным. Захожу в режим спутника. Нахожу то здание, то есть вот это улица Фадеева. Вот на улице Фадеева идет. И ищем здание под номером 389. Здание 389 находится вот здесь. Заходим в режим 3D, то есть панорамное изображение этой улицы. Чтобы детально разобраться, то это здание или не то. Немножко промотаю сюда. Вот на угол коричневой двухэтажного здания. На первом этаже ворота располагается. С левой стороны его был этот столб, табличка и вот эта арка. Чтобы сказать на 100%. Сейчас я покажу картинку. То есть видно. Вот угол здания. Вот он, ворота на первом этаже. Большие ворота. Также видим табличку. Табличка она здесь. Вот эта табличка. Видим также столб. Столб вот. То есть можно сказать со 100% уверенностью, что именно это место, откуда начал снимать Вадим Харченко. Запоминаем 389 объект по этой улице. По этой стороне все дома идут с нечетными числами. То есть 389, 387 и так далее. Немножко коротко о том, что ему позвонили, предложили встретиться непосредственно на предпоследней остановке, ведущую в сторону аэропорта. То есть запоминаем вот 389 здание, откуда началась съемка. Идем к предпоследней остановке. Предпоследняя остановка, чтобы понимать, находится в этой области. Вот она здесь. Чтобы за 100% уверенность сказать, что это предпоследняя остановка. Сейчас я вам найду последнюю остановку. Она непосредственно находится на территории аэропорта Краснодара. То есть вот эта дорога Фадеева идет, 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 идет. Идет. Здесь она разворачивается за ворот. И вот зона перед аэропортом непосредственно. И вот она, и самая последняя остановка размещена именно здесь. Возвращаемся на предпоследнюю остановку. То есть ему позвонили, предложили встретиться в 22 часа. Что интерес, у него там была оговорка, если кто слышал. Он как-то сказал в районе часов 10, потом быстро поправился. Не знаю, с чем это было связано. Можно лишь только предполагать. То есть, как Вадим сказал, что я, когда его повалил, держал его руку с пистолетом, прижатой, чтобы он не мог выстрелить. У меня есть вопросы к тому человеку, который держал именно нож, с которым он дрался. Так как про нож всего было сказано два раза. Был нанесен удар в области печени, был нанесен удар в области предплечья. А дальше про этот нож он ничего не говорит. Как он держал руку? Держал он руку с ножом его? Не держал. Поэтому предлагаю посмотреть отснятый мною видеоматериал. Захожу в видео, куда делся нож. Пожалуйста, прослушайте его. Итак, надеюсь, кто-то что-то добавит свое. Может кто-то меня поправит в этом. Вадим, что касается ситуации с ножом, того человека, который на тебя нападал именно с ножом. Понимаешь, в этот момент ты был в толстовке. Ты говоришь, кофта, она у тебя там звучит где-то в середине видео, на 20-й минуте, по-моему, или 20-й или 23-й. Ты был в кофте, как ты говоришь, но на тебе была толстовка. Сейчас я одену толстовку. Ну, представим, что это толстовка. Она у тебя еще была с капюшоном. Первый удар ножом. Понимаешь, пришелся, наверное, через толстовку удар. Все-таки на тебе толстовка была. Понимаешь, когда нож потыкается на преграду, он как бы его продавливает. И вместе с продавливанием происходит продавливание и на кожу человека. И разрез должен получиться такой более разорванный. А у тебя там идеальный, такой идеальный порез. Как будто его специально сделали небольшим скальпелем, точнее скальпелем, небольшой разрез. А потом зашили. Так же самое удар. В руку мог бы предплечье. То есть, опять же, через толстовку он проходит. Опять же, натыкаете на преграду. Нож должен был пробить. Ведь ты же показывал раны свои, предыдущие от ножей, хвастался. Смотрите, у меня такие раны есть от ножей. Но они у тебя, маму не горюй, широкие шрамы. А то, что ты показываешь, там узенькая такая полозочка, как будто именно скальпелем была проделана. Странно, правильно, Вадим? И еще тот момент. Когда ты его правой рукой схватил, когда он тебя после того, как ударил ножом, ты его правую руку своей левой схватил, сделал подсечку и вместе выплюхнулись на пол. В этот момент нож где у него оставался? Выпал или был в руках? Когда ты его кусал, он нож мог выронить или пытаться тебя сбоку наносить удары, когда ты его каннибалил. Как будто гуманные бандиты-преступники оказались. Сперва ножом резали, стреляли, а потом отпустили. Да ты еще их не лицо видел, а они тебя отпустили. Мол, беги, беги, Лола, беги. Ладно. Что, Вадим, мог бы, ты, Вадим, мог предпринять во время кровотечения? У тебя где-то на седьмой минуте, по-моему, четвертой секунде, когда ты сидишь в больнице, фотографируешь свои раны на животе от этого травмата, у тебя видим вот такой же самой структуры пояс. Так, чтобы было понятно, сейчас я покажу эту фотографию. Смотрите, вот это пояс, про который я говорю, который был в тот момент на Вадиме. На брюках. Да, да, Вадим. Такой же пояс у тебя был. На брюках. Такой же структуры. Такой же мягкий. А ты знаешь, как можно... Снова покажу этот пояс. Ремень, то есть, вот он. Такой же самой структуры. Такой же самый, наверное, и мягкий, видно по материалу. Ты же сам знаешь, понимаешь, что можно, нужно точнее, перекрыть кровотечение, прижать хотя бы его. Можно было воспользоваться, вот смотри, воспользоваться таким средством, то есть, там, где у тебя был разрез на руке, на предплечье. Ты мог бы использовать этот пояс, он тоже мягкий, как у тебя. Как эластичный бент. Сразу и перекрыть кровотечение, и прижать рану. Смотри, Вадимка, видал, как легко и просто можно было воспользоваться тем ремнем, который у тебя был на брюках. Он хорошо прижимает, между прочим, так как он мягкий, синтетический. Видал, аж рука как зажалася, что невозможно ее разработать. С таким положением можно было быть. Так же само можно было выйти с положением, где у тебя разрез в области печени. Это воспользоваться толстовкой. Когда нет никаких бинтов под рукой, нет никаких тряпок, можно использовать все, что попадется под руки. Можно было даже свою толстовку свернуть в рулон, наложить в область пореза, а рукава использовать для того, чтобы сделать хороший уплотняющий узел. Смотри, как она прижала. Тело грека, прошу прощения. Толстовка могла тебя выручить, именно тоже в таком ситуации. Прижать, чтобы не холостала кровь. Так же можно было толстовкой воспользоваться в таком положении. То есть рукава, разрез здесь, здесь разрез просто приложить, одним выстрелом убить двух зайцев, приложить вот так, два разреза друг к другу, прижать. Это тоже остановило бы кровотечение. А ты говоришь, теряешь кровь и так далее, но как-то взял в руки телефон, удерживаю двумя пальцами. И двумя пальцами я еще вернусь, а в дальнейшем видео будет. Но пока не об этом. Мог бы взять телефон в правую, в левую руку и снимать происходящее. Но ты этого не сделал. И когда ты держал телефон в воздухе, ты понимаешь, у тебя здесь все разрезано, и кровь текла. Как-то не сходится. Для чего этот был цирк устроен? Да, это цирк. Я в дальнейшем по кусочку, по кусочку разложу твое видео. Это только начало. Но ты почему-то говоришь, что ты зажал левой рукой, рану кое-как прижал, и идешь. И здесь ты врешь, Вадим. Итак, предлагаю посмотреть еще одно мое видео. Видео, где я записал эксперимент с рукой. То есть, и покажу отрывок того момента, где можно будет увидеть руку Вадима Харченко. Как он держал в этот момент именно левую руку. Предлагаю посмотреть и этот видеоролик. Ночь, улица, фонарь. Я специально снял это видео именно ночью, чтобы попадал свет фонаря, ну и так далее. Смотри, пожалуйста, Вадим. Ну, прям как по блоку. Правда, только аптеки нету. Ладно, не будем о поэзии. Что я хотел показать, Вадим? Вот специально одевая куртку. Та, жарко. Между прочим, на 4 градуса теплее, чем в тот день, когда ты ушел 1 июня. Ты говоришь, что зажал рукой свою рану. То есть, в таком положении. Я даже объяснил, что при твоем телосложении тяжело это сделать. Надо развернуть корпус. Ну, как известно, мы не видим нижнюю часть твою. То есть, видим только плечевые суставы и ключицы и голову. Низ мы не видим. Мы не можем судить, как ты держишь, руку прижимаешь. Но я хочу сказать тебе, что понимаешь, можно обмануть блогера, можно обмануть подписчиков, но невозможно обмануть свою тень. Да-да, именно тень. Я несколько раз смотрел твое видео и заметил в одном месте, там небольшой, там где-то секунда-полтора идет, и увидел, как твое тело отбрасывает тень на землю. Положение рук видно было, особенно левой, которой ты говоришь, что зажал ею рукой, точнее рану. То есть, обратите внимание, видишь, как рука должна выглядеть, если бы ты зажал. А теперь обрати внимание на ту тень, которая отбрасывается сзади меня. Заметил, что левой руки не видно? А теперь смотри, как оно у тебя выглядело на видео. Заметил? Именно так твоя рука была на видео. А посмотри, как я ее держу. Заметил? Понимаешь, Вадим, в чем дело? Свою тень невозможно обмануть. И вот, Вадим, действительно, свою тень невозможно обмануть. Теперь возвращаемся к твоему ролику. Сейчас я покажу это место, где отчетливо видно расположение твоей левой руки. Заходим в видео, перематываем его немножечко вперед. То есть, вот эта зона. Смотри внимательно. Обратили внимание, как расположена левая рука? Снова перематываю назад. Могу покадрово показать. То есть, вот он идет, идет. Сейчас более качественное изображение появится. И видно будет расположение его левой руки. То есть, мы видим, левая рука уходит в сторону, но никак не зажимает рану. Я снова повторюсь, для такого человека с такой комплекцией зажать левой рукой рану в области печени очень проблематично. Надо развернуть практически весь корпус. А тут мы спокойно видим расположение левой руки, как он ее держит. То есть, опять показываю за медленным кадром, чтобы было отчетливо видно. То есть, видно, что левая рука у него уходит в сторону в области печени. Ведь ты же сам сказал, что зажимал левой рукой. А по видео видно, что ты этого не делаешь. Тень отчетливо видна твоей левой руке. Объясни, пожалуйста, Вадим, кого ты пытайся, как говорится, за нос водить. Так, возвращаемся Google Maps, то есть, на эту улицу, чтобы понять расстояние, где он начал снимать, то есть, около 389-го здания дома. То есть, отсюда, вы можете сами проложить, найти эту карту, проложить маршрут. Я сразу скажу, что здесь, вот с этой зоны до этого перекрестка, то есть, с этих дворов до этого перекрестка 200 метров, 250 метров, и с этого перекрестка до 389-го здания дома 400 метров. То есть, 650 метров этот человек и шел, ловил машины по дороге, то есть, никто ему не остановил, могу даже приблизить, то есть, опять войду в режим 3D, то есть, панорамного изображения этой улицы, то есть, отсюда он пришел, пытался поймать автомобили, повернул опять на улицу Фадеева и пошел, пошел, наверное, скорее всего, по этой дороге, только на видео мы видим, что он идет не по дороге, а идет по тротуару, записывать свое, так сказать, представление, свой спектакль, свой цирк, то есть, вот он идет по этой улице, проходит и здесь, что интересно, наверное, и около этого магазина проходил, и здесь около отеля проходил, который расположен с левой стороны, но ты почему-то не попросил, не зашел сюда, не попросил помощи, а пошел дальше, здесь так же само, можно видеть, что на здании есть камера видеонаблюдения, конечно, было бы здорово, кто-то просмотрел, попросил, если сохранились видео, попросили у хозяев этого магазина, чтобы они им предоставили эти записи, можно было бы увидеть, действительно, проходил ли Вадим оттуда или нет, то есть он идет по обочине, ему никаких машин, ему никто из водителей не останавливает, не останавливает, вот он идет, изливается кровью, туда-сюда, 30-е доходит до здания номер 389, чтобы я снова повторяю, это расстояние 650 метров составляет от того момента, где он начал драться и где начал снимать свое видео, вот он дошел до этого здания, до этого здания, вот 389-го, чтобы понимать, и здесь он уже, видимо, зашел на тротуар, скорее всего, из его слов, и пошел по этой дороге, вот он идет, здесь был щит, может быть, видели за спиной его светился щит, сейчас я его покажу на видео, то есть вернусь назад немножечко, вот этот щит, сзади его, значит, вот он идет, 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 доходит сюда, там, где у него тень падала от руки, я показал, это происходило вот здесь, в этой области, да, да, происходило именно вот здесь, тень падала вот сюда, здесь он непосредственно доходит до остановки, действительно, Дмитрий Куприн увидел здесь остановку, да, действительно, здесь остановка, за его спиной видна она, здесь и есть знак остановки, то есть он доходит сюда можете обратить внимание на воротах имеется такой орнамент или краска полезла не знаю что сейчас я на видео это покажу момент то есть заходим видео перематываем немножко вперед вот он проходит эту зону здесь а то есть доходит к остановке м 3 пулевых ранений рассказывать скорее всего три пулевые ранения то есть порезаны пальцы три пальца на руке держит он телефон двумя руками травматический пистолет практически отрезаны пальцы на вот практически отрезаны пальцы на руке но как мы видим что у него все пальцы нормально лишь задет там дальнейшем будет он рассказывать лапшу на уши вешать что задет какой-то срединный нерв но хотя по разрезу видно что срединный нерв в этой зоне не находится он находится между по моему локтевой и какое лучевой костью если врачи смотрят это они могут подтвердить хотя врачи уже его полностью раскусили даже те справки которые он показал с московской клиники они это были заполнены с ошибками и не соответствовали международным нормам медицины заполнение таких документов правой руки потому что телефон я держу двумя пальцами обратите внимание уважаемые друзья обратите внимание как он смотрит за телефон я потом объясню почему почему не такой взор именно был за телефон куда-то в даст его я травматический пистолет обратите внимание как он будет ответ за киротики отрезаны пальца на правой руке потому что телефон вы держит момент обратили внимание да он как-то за телефон смотри а потом к этому вернусь здесь и будет самый интересный момент и чёртами остальные пальцы просто не работают и не держит вот эта остановка где заметил дмитрий куприн что значит вот он проходил мне очень серьезная то есть можно видеть за его не за его спиной вот этот орнамент о котором я говорил то есть вот он на воротах этот орнамент чтобы понимать о чем я говорю вот он этот орнамент идем дальше так включаем видео с правой стороны ведь он оборачивается резко резко оборачивается смотрит сторону автобуса того микроавтобуса к этому моменту я еще подойду то есть и к этому моменту и в момент склейки почему произошла склейкой склейкой сама будет интересная как говорится я его я ее оставлю на десерт потому что там очень интересный момент будет поэтому я постараюсь и его оставить на десерт поэтому запаситесь терпением и на в районе как он сказал что держит телефон двумя пальцами три пальца у него не функционирует действует именно два пальца предлагая посмотреть видеоролик мой и так как ты пробежал 650 метров да да 650 метров там где да действительно я вам уже сказал что именно тот маршрут от места драки до места начала съемки ровно 650 метров выдрались и и момент твоей съемки расстояние ровно 650 метров приблизительно 650 метров и за то время которое ты идешь плюешь говоришь у тебя кровь весь кровь понимаешь вадим тебя априори не должен было остаться той крови потому что за 650 метров можно было 30 раз человека покусать и 30 раз его кровь сплюнуть полностью за 650 метров дороге который ты прошел до начала съемки тебе же не зуб выдернули чтобы кровь интенсивно текла постоянно ты просто укусил человека покусала там остатки крови допустим приблизительно возьму ты мог бы через 10 метров дороги после того как прошел оттуда сплюнуть и никакой крови у тебя в борту бы не осталось а ты все идешь дорогу плюет тут кровь во рту но не моя вадим ты кого за идиотов считаешь те которые тебе донатили и будут тебя донатить да ну ладно не об этом разговор разговор о том что как ты держал свой телефон смотри вадим как держал свой телефон наверно так ты же говоришь три пальца отрезанная отрезанная как ты держал да я понимаю что может пальцами удержать вот так телефон можно так можно удержать так можно удержать то есть снимать тебя можно удерживать но я тебе скажу практически на сто процентов что ты держал свой телефон всеми пальцами как обыкновенный человек как мы все держим телефон то есть когда ведем видеосвязь с кем-то общаемся по ватсапу по скайпу телефон ты держал вадим именно вот в таком положении да да вадим не удивляйся телефон ты держал просто мне телефон маленький у тебя телефон семерка большой ты телефон держал так почему а знаешь тень тебя опять выдала момент когда ты на остановке поворачиваешься смотришь сторону автобуса сторону дороги в обратную сторону где дверь двигался так сказать какой-то микроавтобус у тебя на лице спроектировалась а тень твоего телефона и этого пальца который выделяется отсюда во и даже большой палец конец кончик вот так кончик большого пальца у тебя спроектировался на лице отпечатком отражением тенью этого телефона понимать впереди видимо шла машины ты в момент когда поворачивался просто свет попал нужным временем нужное время место и у тебя на лице спроектировалась а отражение телефона как ты держишь то есть вот этот палец виден этого не видно потому что здесь этот зазор есть виден вот этот кусочек потому что двумя пальцами таком положении телефон невозможно зажать обязательно должны эти принимать участие даже если они не действует ты не сможешь удержать так телефон если они не зажимают обязательно должны быть в рабочем состоянии твои пальцы смотрим внимательно вот он указательный палец который за телефоном смотрим еще раз вперед чтобы убедиться что обратная сторона телефона пустая здесь никаких пальцев нету отражать теней от пальца виден вот этот краешек большого пальца сейчас я поменяю изображение на плеере то есть уберу его гамму цветную добавлю немножко контраст приблизительно вот до этого предела так где-то вот так уберу немножечко яркости она тоже чтобы не мешало так это я прибавил так добавил где-то 46 вернемся опять назад вернемся назад вот видим уже черно-белое изображение смотрим внимательно потом подходит к остановке сзади виден знак остановка над его головой вот он подходит 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 вот он здесь он будет сейчас пытаться развернуться посмотреть в сторону дороги и в этот момент на его лице проектируется отражение телефона заметили так что у меня здесь не получилось ага вот он этот указательный палец виден также вот он маленькая часть большого пальца и эта сторона абсолютно чистая то есть нет никаких теней виден сам телефон теперь давайте просмотрим отснятый мной материал как это должно было выглядеть смотрим внимательно то есть снова я назад немножко прокручу чтобы можно было увидеть видите да как я снимал телефоном палец указательный виден за телефоном то есть он тоже проектируется тенью также прокручиваем вперед и мы здесь я можем заметить что телефон абсолютно чисто здесь никаких нету пальцев абсолютно ничего не видно смотрим внимательно последнее видео посвящено опять же этому проходу съемка этого художественного фильма меня почти можно было назвать меня почти уебали это было бы более такой интересный название извиняюсь за название просто так вырвалась и уже не смог удержаться чтобы не сказать это слово и чем меня почти убили у тебя есть момент где ты поворачиваешь проходя автомойку первая автомойку так сказать на груди со стороны надплечья спускается вот такой ремень вот с такой галантерийной фурнитуры то есть галантерийная рамка наверно ты знаешь для чего она существует да и можно регулировать регулировать высоту ремня то есть у тебя уже была зашита то есть ты уже решил с зашитыми ранами обработанными ранами я даже подумал что у тебя здесь был тот бандаж держатель руки при переломах надел куртку чтобы не видно было при съемке одел руку просунул в руках и идешь снимаешь то есть ты уже был зашит и в тот момент вот он отчетливо видел очень прекрасно виден ремень сейчас прокрутим назад и вас видим это видео крайне забавно внимание когда люди приходят тебе убивать а в конце от тебя бегут вот это крайне забавно это раз заметили да что она действительно выделяется очень так заметно то есть она идет поверх майки вадим вопрос что это было уважаемые зрители кто будет смотреть пожалуйста скажите мне я слепой или нет это было ремень от чего-то или нет звук вот он подходит сейчас ко второму дереву вот на второе дерево и обрывается видеосъемка все теперь я покажу на локации это место значит вот он проходит первое дерево вот мусорка первое дерево второе дерево и заканчивает свое свое видео вот именно на этом месте вадим хочется задать вопрос почему ты не пошел дальше снимать по этой улице а вадим сказать тебе очень интересный момент наступает потому что впереди тебя буквально в пяти метрах от твоей видеосъемки вот здесь заканчивалась твоя видеосъемка то есть снова повторяйся вот на мусорное ведро мусорные ящики два дерева прошел ты здесь остановился а просто у тебя через пять метров перед глазами открывается гостиница гостиница глаза который ты мог непосредственно обратиться за помощью хотя бы чтобы они вызвали тебе скорую помощь но свое видео продолжение ты не говоришь об этом говори что поймал попутчика он тебя довез до первой краевой больницы теперь по поводу этой гостинице вадим почему ты не обратился вот эту гостиницу могу попросить коллектив персонал гостинице ладно давай спишем на то что не было никого здесь а то есть персонал мог спать его жильцы тоже могли спать но что интересно вадим видишь эту шаурму хаус тоже на прям перед гостиницей вот 345 здание хочешь я тебе расскажу интересную информацию про эту шаурму хаус шаурму хаус если ты хочешь работает без выходных а также она работает 24 часа в сутки да да вадим это шаурма хаус работает 24 часа в сутки понимаешь постоянно там а есть те повара которые готовят шаурму всякие там а лаваши хлеба какие-то сладости сладости выпечка продают именно постоянно смотри располагается он триста сорок пятое здание вот она триста сорок пятое видишь триста сорок пять вот она прям перед гостиницей а теперь смотри информацию работает круглосуточно открыто то есть когда ты закончил а вот от фадеева триста сорок пять где эти показал адрес вот он триста сорок пять вадим ты знаешь ты специально остановился закончил свою так сказать свой театр свой цирк разыгрывать чтобы в кадр потом не попала это шаурму хаус у которых постоянно открыто постоянно там и есть человек который работает который готовит еду видишь вадим как-то наврал как-то обманул людей да-да именно это шаурма хаус прям непосредственно через пять метров перед твоими глазами и ты специально знал что эта территория эта часть человека могла попасть в камеру ты специально закончил это видео именно вот в этой зоне кульминации правой руки потому что телефон я держу вот обратите внимание как он за телефон будет сейчас смотреть вдаль туда двумя пальцами обратили а теперь приближаем момент склейки с правой стороны в районе печени вот он идет как произойдет клика точно вот он идет сейчас произойдет склейка у него теряю кровь вот произошла склейка то есть он говорит что у него отключилась камера чтобы действительно как я говорю давайте прослушиваем что-то камера остановилась слышали да он сказал что-то камера остановила а теперь возвращаем назад опять правой стороны в районе печени так я буду вам по кадрова показывает достаточно быстро теряю кровь именно по кадрова буду показывать этот момент вот здесь произошла склейка теперь смотрите я замедленными кадрами буду показывать вам моменты и остановлюсь на том самом интересном моменте почему он сделал склейку смотрите внимательно наверное видите силуэт его то есть вот его ухо вот забор смотрите внимательно приближается так сказать к кульминационный момент опа заметили что у него за ушами там на дороге стоит возле забора это фигура человек это человек когда он проходил этот момент он я же вам сказал обратите внимание за как он смотрит за телефон он увидел что там человек идет и чтобы себя не палить он отключил камеру дождался пока пройдет этот человек и сам немножко пройдет вперед и включит сказав что камера что-то отключил а теперь вы посмотрите силуэт человека вот дорога вот его ухо вот забор идет а вон силуэт человека вот он силуэт человека сейчас я покажу вам стоп кадр вы сами увидите два стоп кадра покажу то есть фигура меняется сперва стоит так то есть спиной к нам а потом будет стоять как-то лицом к дороге видите меняется а теперь смотрите сейчас он поменять свое местоположение смотрите внимательно об заметили уже силуэт как-то спиной стоит к забору а лицом стоит к дороге я сделал специально давайте кадра стоп кадр остановил чтобы можно было детально разобрать этот силуэт теперь вадим ты не будешь отпираться зачем произошла именно склейка просто навстречу тебе и шел в человек да да вадим че-ло-век и чтобы как-то не палиться себя не засвечивать ты специально отключил камеру ты не догадывался что такое время суток может попасться тебе на глаза человек на твоем пути и чтобы как-то уйти от этого отключил камеру потом заново ее включил дождался пока человек пройдет но ты не догадывался что этот человек все-таки попал на кадр по твоей дороге а будешь опять отрицать что мы кремлеботы всякие там а разоблачение кому-то жопа опять повторяйся будешь ты рвать вадим ты сам прокололся понимаешь своим видео тебе блогеры уже давным-давно рассказали что ты врешь тебе надо было заранее сказать что ребята извините но так получилось а нет ты пошел 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 дальше по наклонной начал падать надеюсь у меня все до свидания извиняюсь такое видео получилось и длинное я хотел кульминационный момент приблизить как говорится жаль что я немножко запоздал с этим видео прошу заранее простить меня но надеюсь это видео поможет вам еще больше надавить на вадима то есть прижать его к стенке у меня все удачных всем дней до свидания и